Доброго времени суток YouTube, уважаемые психологические комьюнити и маленькое видео посвященное опять же сайту лаборатории психологического обеспечения научно-прикладного центра АКМЭ. Буквально на днях у нас появились вот такие вот интересные ссылки в одной из панелей задач. Соответственно, можно посмотреть нашу деятельность и оценить ее в Twitter, в Facebook, на YouTube, понятно, в ВКонтакте, в Телеграме. И вот здесь у нас есть такая ссылочка, в ближайшее время она будет тоже, наверное, оформлена более красиво и хорошо, типа кнопочки какой-то. Нажав на эту ссылочку, уважаемые коллеги, вы попадете на страницу группы, которая носит название «О человеке». Это созданная нашими программистами группа, она еще не оформлена, она только начинает оформляться. Не включая ни заставки, ни логотипов, ни так далее. Одним словом, вы можете зайти сюда, и эта группа моделируемая, и, соответственно, она закрыта. История всего этого достаточно давняя. Давно обсуждаем с коллегами, контакты очень обширные, от Москвы до Владивостока общаемся с коллегами. И периодически у коллег возникают такие вопросы, даже не вопросы, а требования даже иногда. Давайте создадим группу, чтобы мы могли с вами общаться. Загружать какие-то файлы, обмениваться информацией в текстовом виде, как-то комментировать то, что предлагается другими нашими коллегами. У нас, как вы знаете, я говорил об этом, на сайте есть форум, но он отключен, не работает, капча его не защищает, заходят всякие там рекламные агентства, что-то рекламировать пытаются у нас на форуме. Одним словом, форум действительно, наверное, это прошлая какая-то история, прошлая вещь. И решили вопрос решить проще, с помощью социальной группы. Выбирали долго, где эта группа будет находиться, можно ли там в WhatsApp создать, там в Twitter и так далее, и так далее, и так далее. Но более удобная, все-таки показалось, более удобный функционал, возможность прикладывать файлы, какие-то видео, фото, публикации и так далее. В закрытой группе на Facebook. Группа называется «О человеке». Вы сейчас прямо из своего приложения можете зайти на эту группу и, соответственно, подать заявление, ну, нажав, понятно, одну кнопочку, на регистрацию в эту группу. Она будет закрыта не для всех, не для обычных людей, а именно для медицинских, холочков, клинических, психологов, психофизиологов, социологов, возможно. То есть, возможно, это будут какие-то еще другие специальности и так далее. Но, то есть, специалисты, не специальности, даже специалисты в области наук о человеке. И мы надеемся, что это объединит большой контингент к лиц, с кем я лично общаюсь, кто подписчиком является нашего канала на YouTube. Тут тоже наверняка будет оформлена ссылочка. Ну, программисты, по крайней мере, так обещают, что будет ссылка на YouTube, будет ссылка на наш Twitter, ну, и так далее. По тому подобной социальной сети. Но на Facebook действительно удобно то, что можно создавать какую-то ветку, соответственно, обсуждать какую-то проблему. Это тоже методики пиктограммы, да, методики MPI, КТЛ и так далее. Задать какие-то вопросы не только мне, да, вот как модератору этой группы, моим коллегам, ну, и коллегам из других, как бы, да, там, Самары, Владивостока. То есть заходит коллега, что-то пишет, какую-то публикацию хочет выложить, запросто все это можно сделать. То есть при регистрации в этой группе заходит и начинает, значит, какие-то материалы выкладывать по своей работе, делиться, то есть опытом делиться со своими коллегами. Ну, вот такая информация, она такая достаточно понятная, простая. Давайте еще раз вернемся на сайт, либо CACME, лаборатория физического обеспечения. Одним словом, приглашаю вас в наши соцсети, повторюсь опять же, прошу меня простить, Twitter, Facebook, YouTube, ВКонтакте, Telegram. Связаться можно с нами, с нашей лабораторией по WhatsApp, Viver, Skype и так далее. Сейчас все это дело оформится еще более красиво и интересно. Группа сама будет развиваться и я вас приглашаю в эту группу. Благодарю вас за внимание и удачи вам!